Туда мэрия, назад дрова. По-моему, дрова легче. А я здесь тебя убираю. Почти уже весь двор соскребла. Что дальше надо купить в мэрии? Касочки надо купить. Вот это. А я, вот это. Ага. Маля. Зая, а дальше как? Туда мэрия, назад дрова. Туда мэрия не видит. Я второй день подряд убираю листья и копаю огород. У вас замечательно получается. У меня просто... Все переломается скоро. С вас массаж. Да такие трудовые подвиги. Владимир тут с мэрием наслаждаются теплой погодой. Зая, ты чего под одеяло влезла? Мне так страшно. Так жарко, что тебе... Подходит. Да. Ну ладно. Видать, у нее какая-то ассоциация. Если костер, значит на улице холодно. Я реально взмокла. Я пришла за еще одним мешком, потому что бак у меня закончился. Мне там осталось еще несколько кучек на переднем дворе. День ещё. Пересадила лук в кусок. Спасаться от муки. Картошку посадила. У меня тут куча всего. Насажено. Ой господи. Ну... Сейчас. Лися да убираю. Ухуууууууу. О, отпало. Еще маленькие палочки есть? Отличная работа. Короче, чем я тут развлекаюсь. Часть земли вот этой вот уходит на нашу многострадальную кучу туда. Там будет понятно, что с ней делать. Владимир просто срезает вверх, потому что в нем куча сорняков добавок ко всему. Поэтому, так сказать, несет двойную цель. Потом я туда закидываю питмоз. Сейчас покажу, что такое. Для разрыхления земли. И перлит. По-русски. Владимир, тут вот насажено, уже все сделано. Уже, так сказать, очень все деликатно. Маша, моя мама смотрит и... Как это? Не завидует вам? С деликатностью. Да, мама? Ага. Как там, как лисичка бежать? Попатай, попатай, попатай. Попатай, попатай. Ага. Обычно у мамы была проблема. У нее между грядками дорожки. Только она делает на свой 37 размер. А у меня 43. Ага. И мама никак не понимала, что я не могу идти вот так-то, как косолапый мишка, как-то вот так вот. И влазить в дорожку. Да. Ну да. Не размахиваем тут сильно. Да. Вот. И перлит. Где-то там у меня был. Перлит. Вот такая вот белая штуковина. В общем, это все призвано разрыхлить немножко землю. Потому что за годы эксплуатации она у нас сильно уплотнилась. Хотя это вроде как хороший чернозем и компост был, и все дела. Но как-то оно очень тяжелое. Сегодня у нас пожарник устраивает парад. Прямо по соседней с нами улице. Посмотрим, как дела. Как это все выглядит. Поехали! 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 Там объём! Канка-партописка. Эта припосерития буйня! Поехали! Да. Поехали! В следующем году! А кто-канку изASHКО, Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Здравствуйте! Будни огородников. Я что-то насеяла всего. Теперь мне приходится поливать. Я приехала по бед, чтобы как раз убедиться, что у меня все достаточно влажное. И похоже влажное можно даже не поливать. Что, в общем-то, прекрасно. Потому что семена нельзя пересушивать. Что касается моей закваски, то как-то она все равно не оживала как надо. Я пересмотрела кучу разных видео. И хотя все говорят, что можно делать на любой муке, но все почему-то делают на ржаной. Желательно органической. Проблема в том, что сейчас во всех магазинах дефицит. Муки разной. Особенно ржаной почему-то. И особенно органической. И особенно в суперсторе. Вообще в всех магазинах, куда я обычно хожу, муки нет. Это точно так же, как дрожжей. Сегодня мне по работе занесло в коп. И я купила органическую ржаную муку. Вот. Поэтому теперь попробуем с органической ржаной мукой. Потому что я не сдаюсь. Делаю все как положено. Я пересмотрела тучу рецептов. Вот. Технология примерно одинаковая. То есть проблема может быть либо в муке, либо в воде, либо в температуре. Вот. Воду и температуру я уже меняла. Без особого результата. Попробуем поменять муку. И последнее, что я хотела сделать перед тем, как поехать обратно на работу. Это вынести на улицу, очень красавцов погреться. У нас сегодня, как я уже говорила, очень тепло. Я вон это в футболке. И поэтому нечего держать их дома. Пусть пчелок развлекает. Я собираюсь их пересадить в горшки в ближайшее время. Как только закончу... А, вот и пчелки. Как только закончу с грядками. Эти товарищи, в принципе, не болятся холодных температур. И на крайний случай их можно ночью завести в гараж. Но вообще... Птичка... У нас столько живности на заднем дворе. На днях зайчик приходил покушать. В принципе, каждый день приходит. Но мы застали его на днях. Ну так вот. Даже если этих я посажу товарищей сейчас, они выживут. При некоторых условиях. Очень захотелось чего-нибудь яркого. Ну, все. На работу. Ты работаешь с маленькой девочкой? Нет! Я работаю! Что? Просто я работаю. Просто работаешь? А тебе деньги за это платят? Или катают на телег? А тебе... Ну, как бы... Все, да? Работают и катают на телеги. Я на его раме, нет? Да, здорово. Почти на этот ворот и едем в память. Все? Приехали, я работаю. Приехали. Выгружайся. Красотка. Ну, ладно. Я пошел впереди. Ах, сегодня у нас следующая часть марлезонского балета. Сейчас пойдем, Заяц. Я закончу эту грядку и пойдем. Я продолжаю копать грядки. Владимир пошел удобрять газон. Я дочистила тут листья. Пеки. Да, мы там все перенесли. Качельку перенесли. Нам едва хватило мешков. По-моему, у нас сейчас заняты все мешки под листьями. Мы ни разу еще не вывозили. Ай. Я еще даже не закончила. Еще малину не почистила. Еще кусты там не почистила. Ну, в общем... В прошлом году зима наступила рано. Я оставила нам все эти подарочки в виде листьев. И для справки, та грядка была перекопана уже два раза большой лопатой. Я, так сказать, в финальной штрихи делала. И я купила нам новый спредер. Я хочу понять, как он работает. Да, который раскидывает удобрения. Владимир утверждает, что удобрения я купила мало. Что вполне вероятно. Но все зависит от того, сколько вы будете разбрасывать. Нет. Там сзади, по-моему, есть инструкция. Наш предыдущий спредер, который мы купили на варашке юзаной, он работал как-то очень странно. И у нас потом целый сезон дрова была полосатая. Знаете, как на футбольном поле. Нам не захотелось повторения. Ну да. Помаши ей ручкой, она скоро бежит. Папа, убери бодрикойку. Папа. Да. Ну ладно. Это у него там фонтробот. А мы пошли домой котлеты жарить. Папа, убери бодрикойку. Владимир, следующий вопрос на повестке дня. Что? Владимир убирает. А я. Хочешь? На подушечку. Давай. Вау. Давай еще. Опа. Вау. Укатилась. У нас тут дофига места. Если все отсюда вынести. Это я строяю пока. Угу. Ценные строительные материалы. Могу, давай. Да. О, залезла. Умница. Папа, я пойду. Папа, я пойду. Ух тыжка. Угу. Вау. Морковку сажаем. Угу. Угу. Убивайся. 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 Ну ладно, пусть уже растет, где упала. Теперь давай вот так вот аккуратненько. Надо землю засыпать. Мама, вот так вот здесь? Да, вот так аккуратненько. Давай, засыпай. Вот так, мам. Да, видишь, тут еще засыпай семечки. Аккуратненько. Да, ладно, не надо, потому что куча пепла. Да. Вот там, да. Рекрасно. Спасибо, дорогая. Спасибо. Мам, мне надо... С этой стороны надо засыпать. Мам, мне надо засыпать. Давай, засыпай. Вот так. Прекрасно. Мам, и это надо. Да, вот видишь, вот еще рядок. И вот еще рядок. Ты несешь папи-палку? Это твоя. Да неси папе палку. Она положит в сарай. Вот так все идея. Попробуй. Кстати, доказательство того, что мы из зимы в лето. У нас вот тут вот еще лед. Здесь и вот тут еще листья, померзшие в лед. Елка переезжает в сарай до следующего раза, что называется. На тележке уже катались. Теперь на санках. У нас вот в лед. У нее нет. У меня не холодно? Нет. Добро пожаловать на наш канал! Давай-давай, беги-беги-беги-беги! Мама, что это у тебя? А что это? Это лыжи овале! Это большая лыжи, да? Вот папа, да! А у тебя нету лыжи! Ты не хотела кататься! У тебя нету лыжи!